Шалон! Вы слушаете подкаст «Че там мы, евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в Реском мире С вами Макс, Маша и Лев Сегодня у нас есть гости Это Маша Дубровская, блогерка, инстаграм и телеграм-блогерка У тебя канал называется «Секс в небольшом городе» Все верно Все так? Привет! И инстаграм называется «Tinderella Life» Да, да, все так И мы позвали Машу не просто так У нас совсем на прошлой неделе был праздник еврейский, он называется «Тубиав» Еврейский день любви, день святого Валентина Маш, расскажи сначала, чтобы мы как-то так плавно подошли Как ты вообще оказалась в Израиле? Ты переехала уже к школьнице, да, будучи из Израиля? Да, я приехала в Израиль, когда мне было 15 Я приехала по Наале Переехала из Минска Короче, я жила 5 лет в кибуце на юге Потом там служила в армии И переехала в центр Поступила в универ Решила, что у меня здесь образование Это не мое Но моя еврейская мама быстро поставила меня на место Поэтому я просто уехала продолжать учиться в Литву Где, собственно, и защитила диплом Диплом почему? Диплом по Тиндеру Да То есть, Маша, дипломированный тиндеролог А я просто хотел очень немножко пояснить Наале это программа для школьников, да, и старшеклассников? Ну, тут я могу войти в свое второе амплуа преподавателя в РИТА Наале это аббревиатура, которая значит Что, в принципе, переводится как Подростки приезжают перед родителем То есть программа построена таким образом, что дети сначала приезжают в Израиль Заканчивают здесь школу И после трех или четырех лет, в зависимости от специфики программы Выбирают остаться здесь или нет И задумка такая, что, типа, это ловля наживца Как бы они детей перевозят И родители в какой-то момент вроде как бы должны за ними приехать обратно Сюда Не, ну звучит логично, просто одна из проблем Каждый мой детский лагерь в Харькове В смысле, за тобой приехали родители или что? Когда не приезжали за мной родители Они отправляли тебя не в те лагеря, им нужно было в лагерь в Израиль отправить тебя Это были еврейские лагеря Макс Они думали, что я сразу в Израиль из лагеря репатриировалась Каждый раз надеялась А ты сама возвращалась из Харькова, они такие черные Нужно отвозить ее подальше Нужно на дорогу домой Я девять раз ездила в детские лагеря еврейские Они каждый раз надеялись, да Слушай, Маша, давай просто еще немножко расширим твою историю Получается, что ты со скольки лет в Израиле? 15 С 15 То есть у тебя иврит получается, ну, как родной уже Да Отлично, очень интересно Как ты себя чувствуешь, кем ты себя чувствуешь С точки зрения идентичности? То есть израильтянка, белорусская, то есть как это работает? Ну, мне, я, наверное, чувствую, что мне повезло Очень, потому что, с одной стороны, когда меня спрашивают Где угодно за границей или где-то еще Я, ну, сразу говорю, что я израильтянка Но я думаю, что мой бэкграмм какой-то культурологический За счет того, что он состоит из очень много разных менталитетов Разных стран, в которых я жила Потому что прям буквально жила Я, наверное, в четырех или пяти странах Я уже, честно, не помню И Из всего этого сложился такой пазл То, что в Израиле называется Кулетух Я не знаю, как это на русский лучше перевести То есть как бы это была, собственно, задумка Алии, которая Что здесь все сплавится И все будут такие мультикультуральные Понимаешь, что я имею в виду? Плавильный котел Да, вот это вот И, собственно, я такой, с моей точки зрения, представитель вот этого плавильного котла Потому что все внутри сплавилось уже Окей А как все-таки пришло в голову защищать диплом по тиндеру? На самом деле тут, ну, как бы по-разному можно объяснить Тут много было разных причин Во-первых, ну, ты знаешь, как бы Все время с каждого утюга тебе говорят Делай то, что тебе нравится И тебе не придется работать вообще никогда Или не тиндер Не я выбрала тиндер, а тиндер выбрал Скорее штука в том, что Как бы Мою курсовую на третьем курсе В универе достаточно завалили И Я настолько была зла на комиссию Что я решила, что вот диплом я буду защищать по той теме Чтобы вот вы все охренели Чтобы вот я вышла И чтобы вам, сука, стыдно было спрашивать меня вопросы на защите Как бы, да И я подумала, что я могу такого сделать Причем самое интересное, что я была не единственная Кто защищал диплом по тиндеру В той же группе Мы в одной группе писали два диплома по тиндеру Но только я ходила тупо на свидание И писала про это исследование А второй там чувак Он как бы Он был мальчик, понятно У него было гораздо меньше свиданий Ему пришлось сделать научное исследование Да, да Он просто Он там типа интервью делал И как бы какое-то там интервьюирование Анализировал чужие истории А Маша делала то, что называется автоэтнография То есть как бы исследование Через самого Через призму самого исследователя Поэтому я две недели ходила на свидание в Тель-Авиве Две недели в Вильнюсе Писала дневник исследователя Потом анализировала собственные ощущения И когда люди слышали об этом У них просто Это надо было видеть их выражение лица Понимаешь? То есть пока кто-то пишет диплом про гидравлический пресс Я просто, блин, хожу на свидание Нет, ну в моей группе про это не писали, естественно Потому что у меня была журналистика Ну да, логично Вот, но наш небезызвестный друг Писал, по-моему, про гидравлический пресс А, окей Про кого? Рома? Да, по-моему, он писал про гидравлический пресс Окей, Рома Гальштейн у нас просто был в подсказе несколько раз Так что, в принципе, люди какие-то его знают Это прекрасно Хорошо, мы про Тиндер еще поговорим Давайте теперь поговорим про Тубиаф То есть на прошлой неделе был израильский праздник Или еврейский праздник Тубиаф это просто переводится как 15-ая ава Ава это еврейский месяц, 15-ое число Вот Его считают как израильский день с того Валентина Что ты про него знаешь, что расскажешь На самом деле, спойлер Мы все не очень знаем Поэтому это не экспедиция сейчас Мы просто про него поговорим Ну, я думаю, штука в том, что Если мы рассматриваем Тубиаф В контексте того, что Как это воспринимается израильтянами сегодня На мой субъективный взгляд Даже 14 февраля воспринимается израильтянами Более как какой-то романтический праздник То есть я бы, наверное, сказала, что Тубиаф Да, празднуется как праздник любви Скорее только Среди тех, кто соблюдает традиции Среди религиозных людей Ну и тех, кто просто хотят Любой праздник, какой сегодня день Сегодня отличный день, чтобы отпраздновать Вот, как бы Потому что Ну, очень много моих друзей Которые даже пары Которые даже пары там С израильтянами Просто забыли о том, что есть Тубиаф И мне кажется, это достаточно показательная история Ну да, справедливо Я бы читал этот праздник в Википедии Там, конечно, забавно Там написано, что в этот день Не нужно делать ежедневные молитвы И можно не передаваться скорби То есть это достаточно хорошо Потому что Если можно не скорбить, то все, давайте впрахаться Если можно не молиться У тебя куча свободного времени Можно заняться Ну и на самом деле Этот праздник, насколько я правильно понимаю Это день уборки винограда День, по-моему Это первый день начала сбора винограда Да, вот когда Дионис Ножками там, да Типа по винограду Эти женщины в белых одеждах Или еврейские Челентала Если сложить Женщины в белых одеждах Сбор винограда Возможно, было жарко Скорее всего 15 августа Да Мокрые, потные, белые Платья, прилипающие к телу Запах винограда Радо, хмельный дух Я захотел туда Придавались гедонизму Можно не молиться и не скорбеть Самое главное Ну да, если честно Звучит как, блин, лучше Если ваша вечеринка не похожа на эту Независия Я даже когда учился в Ульпане Если честно Нас там про все религиозные праздники Рассказывали Про Тубиаф Ну, прям такое, типа Ну, не сильно Такое ощущение, что реально Его не сильно воспринимают Ну, пытаются сделать У нас есть замена Хэллоуину Которая Пурим Это, конечно, гораздо круче, чем Хэллоуин Поверьте Если вы не были на Пуриме Вы в цирке не будете смеяться Точнее, если были Вот А Тубиаф Тут реально такая есть Замена 14 февраля Вот То есть не очень хорошая Ну, да Ну, мне даже кажется Я бы не сказала, что Пурим Это замена Хэллоуину Потому что по моему сугубому Как-то субъективному ощущению Мне кажется, Пурим был раньше, чем Хэллоуин Справедливо Вот Ну, мы еще про культуру говорим А вот как раз-таки Тубиаф Это вот такое, типа Мне кажется, даже какой-то Конспирационный заговор Продавцов цветов Как бы что-то такое А помните Где-то там в Танахе был денек Когда вот такое Да, интересно Интересно Ну, то есть я, например, спрашивала израильтян Несколько Про их отношение к Тубиафу Когда ты мне сказал, что ты меня приглашаешь сюда Я решила провести Автоэтнографический ресерк Да, вы помните? Я самоотверженно пошла на сферу Ты можешь такая опять листать Тиндер Тубиаф Да Типа я такая Расскажи мне про Тубиаф Поэтому писала в профиле Нет В общем И один сказал, что А что? А что? Коль сиба То ва Любая причина хорошая Для праздника Другой сказал Кажется, это было где-то в Танахе Я точно помню, что это было где-то в Танахе Но не помню где И мне кажется, это достаточно характеризует Как бы отношения среди людей Вот То есть даже я бы сказала, наверное, что Если смотреть просто даже на улицы То мне кажется, что на 14 февраля Гораздо больше продают Какой-то продукции Что больше украшены рестораны То есть Ну очень как-то вяленько было То есть типа Мэрия Тель-Авива сказала Расскажите нам свою историю любви Мы Послушаем ее И все И никуда не пойдет Просто расскажите Можете просто в воздух покричать Мы там услышим Вам повезло Просто терапия Пожалуйста Окей, ладно Переходим туда к следующей теме, наверное Хотели бы поговорить про любовь в Израиле Ты много общалась Ходила на сцене с израильтянами именно Хотелось бы послушать Чем они отличаются от других мужчин В Вильнисе, в Белоруссии, в Москве Где-нибудь Ну я тебе могу сказать Что тут немножко такой сложный для меня вопрос Не в плане того Я не знаю В каком ключе лучше на него отвечать Потому что я могу ответить как бы в шутку Я могу ответить более серьезно Потому что С одной стороны Я как бы в каком-то роде Такой амбассадор тель-авивских мужиков И все время говорю Что Тель-Авив это столица женского секс-туризма Вообще приезжайте сюда И здесь все очень хорошо Но если говорить не в шутку Это не совсем правда Почему? Потому что если мы будем смотреть На какую-то статистическую выборку То условно Если вот там Брать Средние по больнице То среднестатистический йоси В Израиле Или конкретно в Тель-Авиве Будет скорее всего Более горячим Или там Нормальным Средним любовником Чем условный Олег из Урюпинска Понимаешь? Олег из Урюпинска Я его знаю Отвратительный любовник Ну понимаешь Что я хочу сказать То есть как бы Олег, который скажет Ты шо? Ну причем как бы Это я говорю Не основываясь На каких-то домыслах То есть это вот реальная ситуация Которая произошла со мной На этой неделе Я там знакомилась И встречалась С тем, что называется На иврите Арс Который тоже Который тоже испытывал О этих я знаю Ну Харьков Помните У меня давняя история Да, ты ходила В футболке шеверотновой Блин, можешь про это написать У меня тоже Авто Автоэтнографию Вот Все, извините Я задумалась просто Задумалась о гопниках И то есть Типа вот Израильский арт Да, то есть Его допустим Смущало наличие волос У меня на теле Но он такой Типа Ну ладно Ну типа Ты такая Ну и все Как бы Ну то есть А при этом Русский мужик Который сидел со мной В очереди На почте Сидел и по телефону Говорил Нет, ты понимаешь У нее ноги как у меня И вот эта как бы Зарисовка Очень много говорит У нее ноги как у меня У нас так много общего Я с ней познакомлюсь У нас был бы мэч Вот И как бы Условно Если мы берем Среднее по больнице Причем среднее по больнице Даже не вот Москва Тель-Авив А вот там Россия Тель-Авив Тогда, конечно Попасть на Израильского мужика Это скорее всего Для женщины Особенно не из Израиля Это будет Приятный опыт Потому что Здесь мужчины Относятся к женщинам Иначе Они как-то Не зациклены на том Что ты должна весить 48 килограмм При росте В метр восемьдесят два При этом Иметь Из роста В метр восемьдесят два Восемьдесят два Это Туловище А метр Это ноги Ну и все такое Как бы Здесь Ты будешь ходить И они говорят Господи Ты самая красивая На свете Ты Идем Я познакомлю тебя С родителями Я покатаю тебя На своем Электровелосипеде Я пойду гулять Со своей собакой Я заведу тебя В свой стартап Пойдем Как бы Понимаешь И ты Здесь Намного более Расслабленная Этим Наверное Отличаются Израильские мужчины Но Есть и другая Оборотная сторона Потому что Это не значит Что в Израиле Нет сексизма Просто сексизм Здесь махровый Если в России Я не знаю Может быть это плохо То что я все время Привожу Россию В пример Не ну Нужно сравнивать Давайте Во-первых В России У тебя нет закона О домашнем насилии Если там Типа тебя могут Все время Ты рискуешь Что ты там Скажешь слово не так И получишь По лицу То в Израиле Мужчины говорят Многие мужчины Я не хочу обобщаться Не хочу говорить Что все Но типа Опять Еще раз Дисклеймер Средняя по больнице Да Они будут говорить Конечно я не ударю женщину Она же чья-то сестра Понимаешь Да Что как бы Я имею ввиду И это как бы Шажочек вперед Но Если ты один ребенок В семье Это уже сложнее Ну да Но это типа Я скорее Не имею ввиду В контексте того Что придет брат И Скорее того Что здесь все равно Женщина воспринимается Как приложение Неважно какое приложение Мать Ну какая-то Ипост То есть которая Не человек Ну то есть типа Можно просто Не бить другого Просто потому что Он ну как бы Отдельная Личность How about that Но Нет Это видимо Тот уровень развития До которого Мы еще не дошли С другой стороны Какая-то Штука Про израильских Мужчин Да Они Они легкие На подъем Мне нравится В них то что Большую часть Времени Они не зациклены В каких-то рамках В том смысле Что Если ты пользуешься Тиндером Или просто Ходишь на свидания Особенно в России Ну опять же Я говорю это Из призмы Своего личного опыта Да У всех Да у всех разных Как бы Разные какие-то Впечатления Но Вот Я сходил Больше чем на тысячу Свиданий По всему миру И это типа Не за всю жизнь Это больше чем мои три Это типа За примерно Последние Типа 4-5 лет И Здесь люди Очень Начили В целом То есть Встречаются Конечно Отдельные экземпляры Но Здесь Проще Сказать Нет Чаще всего Поймут Твое нет Причем Это неважно Мы говорим Про нет В процессе Сексуального Взаимодействия Когда ты вдруг Передумала Или мы говорим Нет На свидании Что Многим людям Это сложно В обоих Ситуациях Сказать Кому-то С кем-то Сидишь На свидании Кажется Я не заинтересован Это Какая-то Непростая Ситуация И Если в России Или там Где-то еще Мне Может быть Не супер Комфортно Потому что Я могу Бояться Как человек Реагирует На это То Здесь В целом Ты можешь Сказать Ну Было Прикольно Я пошел И это Будет Нормально Воспринято Причем Даже Если Ты уже Без Трусов И Это Важно Как бы Как по мне Это Такой Как-то Важный Фактор Здесь Люди Готовы Погружаться Ну Может быть Из-за того Что-то Такое Очень Туристическое И при этом Очень маленькая Страна Но здесь Люди Как бы Готовы Жить Вот в этом Состоянии Курортного Романа Очень часто Очень долго То есть Как бы Если В условной Мексике Или я Там Не знаю Там Когда я путешествовала Часто люди Там спрашивают Тебя А ты Живешь здесь Или путешествуешь Потому что Они хотят оградить Себя От этого Ощущение Что Это все равно Со сроком годности То израильтяне Нет Они Типа Встречают Девушку На пляже На неделю Это Любовь Всей его жизни Мы поедем В Мицепарамон Мы поедем В Цибер Мы туда Сюда Все Я А потом Через неделю Он встречает Другую девушку На пляже И маршрут Повторяется И нормально То есть Как бы Всем хорошо В этой ситуации Она улетела Счастливая Довольная Он как бы Продолжил И все Интересно Давай Тебе Интересно Нет Я просто Да Я не успевала Вставлять свои мысли Ну это Необычно Наверное Ты скажешь Что они могут На ком-то этапе Скать Что я Не заинтересован То Ну мне Чаще всего Непонятен Вайб То есть Ну ты Как бы По привычке Что вот Вроде все идет Нормально Все классно Вроде То есть Ты Как будто Вот эту Ментальность Я не считываю Что на самом деле Он там уже Придумал Что Ну мне Наверное Не заинтересован По нему Это как будто Не скажешь Этого А потом Он тебе говорит Ну типа Не Я наверное Не заинтересован И ты такая Вот Ну понимаешь Я не могу Вот эту Ментальность Наверное Прочитать То есть Ты просто Меньше понимаешь Израильтян Видимо Да Ну все-таки У вас Разный Бэкграунд То есть Маша здесь Получилась В школе Доучивалась Практически В армии Это принципиально Диаметрально Что вот Израильтянина Просто не расставаясь Просто вообще Не расставаясь То есть Мы жили вместе Эту неделю Я хочу Познакомить тебя С родителями Я хочу Полететь с тобой В Нью-Йорк Параллельно Я пошла На свидание Там с другим Ну типа Я не моногамный человек Я сразу Делаю дисклеймер Чтобы там Мне не начали Хейтить В комментариях Типа Вот Параллельно Я ходила На свидание С другим Созведание С которым Например Первое Я вообще Решила Что Ну наверное Он не заинтересован Потому что Мы накурились И оба сидели Залипали в телефоне Я подумала Что это как-то Ну походу Неинтересно Но потом Он мне позвонил На следующий день И позвал меня На еще одна Я такая Окей И при этом Например Он Абсолютно Человый То есть Не как этот Первый Который Немножко Обсессивный Для нас С нашего Восприятия То есть За неделю Я знакома Сейчас с родителями Все мы едем В Нью-Йорк Мы там Туда-сюда Это наверное Какая-то такая Стрессовая ситуация Второй Он как раз Таки Очень человый Он стартапер Собака Все дела И типа Косяк Но при этом Я в отношениях Постоянно То там Четыре года В отношениях То там Три года В отношениях И я там Чувствую Что я готов В принципе Остепениться То есть Нет вот этого Несмотря на то Что он вроде Как бы Типичный Тель-Авивский Холостяк Со стартапом Собакой И косяком Человек Человек Не против Серьезных Отношений Спокойно Об этом Говорит Другие Какие-то Мои знакомые Тоже Которые Познакомились Буквально На улице Уже Полгода Вместе Они Да Они Короче Что я хочу сказать Это то Что они Все принципиально Разные Невозможно Их подвести Под одну Гребенку И сказать Вот Израильтяне Только любят Курортный роман И не хотят Серьезных Отношений Это не так Я скорее Единственная Гребенка Под которую Я была бы Готова Их подвести Это про то Что В отличие От какой-то Другой Ментальности Может быть Русской Постсоветской Где Есть какая-то Очень Жесткая Определенность Да То есть Либо я ищу Серьезные отношения Либо я ищу Секс на одну ночь Либо я Там Ковыряю в носу Либо я Ищу что-нибудь Но Ты как бы Не можешь Одновременно Ковырять носу И трахаться На одну ночь А израильтяне Могут То есть Они живут Под этим Флагом Лизром Плыть по течению И Ну как бы Я возможно Ищу Секс на одну ночь В том же Тиндере Но при этом Если секс Классный И нам есть О чем поговорить И вообще Между сексом Мы обсуждали Все сезоны Рик и Морти И там Не знаю Потом с утра Пошли Запускать Воздушных змеев На пляже То почему бы Не встретиться с ней Еще раз И еще раз И потом Через несколько месяцев Знакомить ее С родителями Но ты сразу заявляешь Что ты не моногамна На свидания А у тебя спрашивают Еврейка ли ты? Нет По мне сразу видно Слушай Смотри на меня Сейчас Внимательно И как бы Серьезно Кроме шуток Меня может быть За Сколько 14 лет в Израиле Спрашивали Вот если На свиданиях Ну может быть Ну раза Три-четыре Ну то есть Типа Меня спрашивают В других Каких-то ситуациях Да Но у тебя мама Еврейка Да У меня вообще Все евреи Тогда я тебя не смогу Расспросить дальше Я думаю что Делаешь в еврейке На самом деле Нет Ну что нет Ну типа Есть дофига Людей которые приехали Со мной в той же группе Например И учились со мной В том же классе Которые не еврей Говорят на еврейке Так же как и я Их спрашивают Да Юрика А интересно Окей А потом они встают И уходят Вот интересно Еще ладно Про полигамию То есть Про полиаморию Полигамию Все такое Немоногамию Этично Немоногамию Да Вопрос Можешь Кратце По терминам То есть В каком Из этих пунктов Люди строят отношения Находясь Будучи Немоногамию Окей Я тут опять делаю Важный дисклеймер Потому что возможно Мои определения Этих штук Не совсем совпадают С той же Википедией Или Гуглом И так далее В целом Как бы если Относиться к грифу Этично Немоногамию Это любой формат Открытых отношений О котором вы договорились Причем это неважно Это могут быть Несколько партнеров Ячейка Из нескольких партнеров То что один из партнеров Да В открытых отношениях А второй выбирает Быть моногамным И принимает То что Другой Поле Ключевое здесь Это то что Это этично То что вы это обсудили И это устраивает Всех партнеров Теперь я Не могу Называть себя Пропор Полиамором Почему Потому что В моем представлении Полиамория Это скорее Про какие-то Постоянные отношения То есть Условно говоря Если там Ты знаешь Арину Винтовкину Блогера Сексблогера Вот там Она живет С мужем И с девушкой Три года Вот это Для меня Классическое Такое понимание Полиамории Или Полиаморная ячейка Когда вы живете Там Несколько человек Вместе Пять Но вы Типа постоянно В каком-то Взаимодействии Так У меня У меня Скорее То что Называется Анархия Отношений То есть У меня Могут быть Много разных Параллельных Связей Но они Друг с другом Не связаны Они Каждая Цена Сама По себе Причем У них Нету Какой-то Иерархии Внутренней Да Что вот Это Настоящий Мой партнер А это На полчаса Скорее Мое Отношение К каждому Из этих Людей Оно Отличное От другого И Сама Как бы У меня На иврите Сразу вылазит Типа Кэшер То есть Тип Связи Не Поддается Влиянию От других Отношений То есть Как бы Условно говоря У меня есть Партнер в Москве Которого я не видела Как ты догадываешься Примерно Пять или шесть Месяцев С тех пор Как все началось И это Никак не влияет На то Как я к нему Отношусь Да Я по прежнему Люблю Я по прежнему Хочу туда поехать Я по прежнему Как бы Мы в отношениях Но при этом За эти пять Шесть месяцев У меня были Партнеры в Минске Где я была Во время короны У меня были Здесь И свидания И Какие-то Краткосрочные Связи И Постоянные Какие-то Штуки Которые Не обязательно В классическом Понимании Отношения Потому что Там Я не могу Сказать Что Не знаю Тут вопрос В том Как ты Определяешь Отношения Для меня Слово Отношения Это значит Что я Как-то Отношусь К этому Человеку Просто Понимаешь У меня Есть к нему Какие-то Чувства И Какое-то У нас Есть Взаимодействие Между нами В таком Определение У меня Есть Отношения С Моим Парикмахером Потому что Мой Парикмахер Ты С ним Не спишь Пока Нет Это Олег Он Сказал Что Любовник Не Очень Олег Что Лев Не Договаривает У меня Есть Я Пробовал У меня Полгода Были Такие Свободные Отношения Я Попробовал Понял Что Мне Не Нравится Понял Что Не Устраивает А Что Именно Лично Мне Нравится Когда У меня Углубляются Отношения С Человеком Я Больше Знаю О нем Он Больше Знает О Мне Мы Становимся Такими Больше Партнеры По Жизни И так Далее Вот И Если Это Моногамные Отношения То Это Все Происходит Само Постепенно То Очень Сложно Быть В моногамии Чтобы Они Не Развивались Никак Потому что Вы Скорее Расходите В Полигамии Получается Что Например Вот У нас Возникла Проблема Нам Стало Не О чем Разговаривать Если Это Моногами Происходит Вы Волей Неволей Эту Проблему Решаете Каким То Образом Ну То Придумывайте Темы Или Каким То Решаете Если Это У вас Разные Партнеры То Не Проблема Натиси Партнершу С Который Интересно Поговорить А С Так Просто Расстались Потому Что Ну Какие-то Вещи Перестали Работать И Никакого Стимула Их Решать Не Было И Все Вот Такая История Окей Я тебя Услышала Но Я Могу Сказать Что Во-первых Я Сталкивалась С теми же Проблемами В Моногами Когда У меня Не Было Стимула Это Решать По Той Прочине То Мне Кажется Что Это Вопрос Проблемы То Ты Эти Проблемы Решаешь Просто По Той Простой Причине Что Отношения Для Тебя Весомы Да И Ты Не Хочешь Их Терять Вот Я Про Это Говорю Что Вес Одних Отношений В Этой Системе Когда Их Много Он Уменьшается И Поэтому Эти Отношения Рвутся Не Развиваются Дальше Вот Ну Я Просто Так Не Чувствую Например То Есть Для Меня Это Как Будто Много Разных Моногамий То Есть Как Бы У Меня Есть Мое Отношение С Этим Человеком И Это Не Так Как Бы Что У Меня Есть Партнер В Москве С Которым Я Не Могу Допустим Физически Заниматься Сексом Сейчас По Понятным Причинам Поэтому Вот Он У Меня Для Любви А Вася Пупкин Для Секса Нет Ну То есть Для Меня Это Не Так Я С Ним Развиваю Какое-то Взаимодействие Но При Этом У Нас Не По Всем Вопросам Совпадают Интересы Условно Говорят Задрачивается По Клеммам И Штукам Я Даже Не Знаю Как Они Называются И Мне Интересно В Это Погружаться Условно Я Вот Допустим Ему Может Быть Не Интересно То Что Я Хочу Научиться Сёрфом Заниматься Но При Этом Мы Обсуждаем Книгу Которую Я Пишу Или Он Делится Со Мной Какими-то Штуками Которые Происходят У него В отношениях С Родителями И Вот Эти Аспекты Да Углубляют Нашу Связь Друг Другом Мы Лучше Узнаем Какие-то Свои Особенности Но При Этом Не Навязываем Вот Это Ощущение Что Раз Ты Со Мной Ты Должен Со Мной Во Всех Аспектах Ну Не Интересно Мне Клемы Ну Что Я Поделаю При Этом У него Есть Другие Партнерши С которыми У него Другие Группы Интересов Более Того Я тебе Скажу Это Совершенно Такая Даже Для Меня Новая Концепция Композиция Его Тоже В каком-то Смысле То есть Типа Они Мне Пишут И Говорят Там Типа Мы Обсуждаем Наши Купи Клемму Ну В каком-то Смысле Да Интересно Хорошо Есть Что-то Еще Если Говорить Про то Как это Происходит В Израиле Мне кажется Это Интересно Потому Что С одной Стороны Вот Мой Такой Опыт Розового Пузыря Где Все Это Работает И Все Такие А можно Я сделаю Вот это Это Скорее Какая-то Такая Такой Розовый Пузырь Которым Я живу В Москве А в Израиле С этим Непросто Надо Сказать То есть Как бы Сейчас Когда я Вернулась Пару месяцев Назад И Теперь у меня В Тиндере Написано Поли Потому что Я не хочу Писать Анархии Отношений Потому что Люди Не поймут Ну Как бы Это Такой Анархия Да Против Биби Все Это Термин Который Менее Знаком Да Поли Лучерно И В принципе Там Люди Которые Со мной На улице Тоже Знакомятся Я Всегда Говорю Что Я Не Моногам Потому что Для меня Это Супер Важно Чтобы Человек Ну Мне Очень Важно Чтобы Было Честно И Этично И Чтобы Человек Изначально Знал Во Что Он Входит Ну Это Очень Логично Конечно И Поэтому Это Зачастую Здесь Делать Какие-то Сложные Штуки Я Ну Как бы Честно Могу Сказать Что Последние Мои Там Отношения С Израильтянином Развалились Именно Из-за Этого Потому что В Его Это Была Классика Такая Типа Он Думал Что У 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 Раз Я Тебя С Родителями Познакомлю И Ты Поймешь Бабушкин Штрудель Там Да Храймой Да И Ты Все Поймешь Ты Все Поймешь Но Я Не Поняла И У 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 Вроде Открыто Это Но Они Не Выдают Эту Информацию Тебе Что Вот Нет Хочу Моногами А ты Задавала Им в лицо Вопрос Да Задавала И Что Они Тебе Отвечали Что Ничего А Кулия Беседер Да А А что А как Именно Ты Спрашивала Слушай Ну Смотрите Я Не Приверженец Теории Что Нужно Ну Спрашивай Ты Например Так А у Ты Планируешь Не Трачили На Тебя Время Сейчас Вот Это Ну Как Моя Коллега Делает Нет Не Трачили На Тебя Сейчас Время Я Боюсь Представить Что Она Скажет На Это Что За На На Очень Такой Агрессивный Капец Лев Сидит у Парикмахера Так А не Трачили Я Сейчас На Тебя Время Я Трягу Ты Не Платишь Да Ну Просто Ну Как Есть Как Вайп И Тебе Кажется Что Ну Все Нормально Вот Я Об Этому Что Мне Сказала Раньше А Потом Оказываешь На Сам Деле Нет Для Меня Это Удивительно Потому Что Как Раз Я Думала Что Это Как То Чувствуется Обоюдно Видно Что Чувак С Кривым Лицом Да Это Видно Но Так Кажется Что Все Нормально А потом Мне кажется Не заинтересован Нет Просто Ты понимаешь Есть Разница Ожиданий Условно Говоря Тебе Нормально И ему Нормально Но Вы по-разному Воспринимаете Это нормально Ты Думаешь У нас Классный Вайб Я хочу Серьезное Отношение С этим Чуваком Потому Что Мне нравится С ним Тусить Он Думает У нас Классный Вайб Мне нравится С ней Тусить Но Это Не значит Что Я хочу Тусить Только С ней Мне Не нравятся Вот Эти Мысли Понимаешь И это Именно То О чем Как бы Говорит Макс Что Тут Это нормально Выяснить Ваши Ожидания То есть Когда Я чувствую Что тебе Клево Я чувствую Что мне Клево Как бы Смотрим Либо В одну Сторону Да Ответ Обычно Что Ну Давай Пройдет Немного Времени И мы Разберем То есть Они Ну Даже Тоже Странно Я как бы Понимаю Этот Сейчас Давать Какую-то Установку На то Что Будет Дальше Но Все Равно Как бы Потом Когда Ты Вроде Расслаблен И Тебя Вываливает Что Нет А ты Думаешь Что Не Так Что Прис Ты Слишком Сильно Расслабилась Ну Наверное Да Ну Вообще Не Я поняла Твою Ну Это Точно Чем Я Загоняюсь Это Я Это К себе Скорее Что Возможно Правда Есть Некоторая У меня Это Там Еврит Английский Все Вперемешку Я думаю Что В этом Тоже Есть Секрет Я думаю Что Тут Еще Много Я не знаю Как давно Ты Переехала Но Просто Тут Еще Много Каких-то Установок С которыми Мы Растем Условно Говоря Если Я росла В Минске И Я знаю Что Парень Идет Со мной На одно Свидание На второе На третье На четвертое То Я Из этого Делаю Какой-то Определенный Вывод Он Вкладывает В меня Время Он Вкладывает В меня Деньги Значит Он Во мне Заинтересован У меня были Выслы Только Он Умеет Ходить Извините А Здесь Это Не Ну То есть Типа Здесь Логическая Цепочка А Значит Б Она Не Такая Потому Что Человек Может Пойти С тобой Раз На свидание Два На свидание Три На свидание Но При этом Он ходит На свидание Еще Кошмар Он Не чувствует Необходимости Заземляться То Что Если Он Не Говорит Про То Не Этично Да Я Знаю Это Не Это Часто Что Не Говорят На самом деле Нет Это Вот Это Не Этично Знаешь Почему По той Простой Причине Что Русские Определяют Отношения Иначе Чем Израильтяне Условно Говоря Американцы Точно Так Ж Да Как Они Ходят На свидание Но Мы Не Договорились Ни О Какой Эксклюзивности Пока У вас Не Было Разговора Об Эксклюзивности То Вы Как Б В Принципе Недефинирован Да То Здесь То же Самое Мы Тусим Как Но Никто Не Обсуждал В Как Мы Отношениях Поэтому С точки Зрения Его Он Ничего Тебе Не Должен Тебе Хочется Проводить То Он Исходит Из Позиции Что Каждый Несет Ответственность За свои Ощущения Тебе По кайфу Находиться Со мной Классно Ты Соглашаешься Со мной Пойти Тусить Мне По кайфу Я Тоже Предлагаю Тебе Пойти Тусить Но Это Ничего Не Значит О далеко Идущих Планах Для Русского Человека Это Не Так Потому Что Еще Раз Мы Идем На Одно Второе Третье Свидание Для Нас Это Уже О Чем То Говорит Потому Что Мы Выросли В Другой Парадигме Почему Я Говорю Про Нем Нагами На Первом же Этапе Потому Что Я Хочу Чтобы Человек Который Пойдет Со мной На Первое Второе Свидание Будет Задумываться Хочет Ли Он Развивать Эти Отношения В Каком Ключе Знал Изначально Какие У Я С Тобой Хочу Серьезного Еще С 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 Если Тебе Это Реально Важно То Тебе Нужно Про Это Говорить На Первом В Начале Про То Что Давай Так Определимся У Нас Моногамия Или Не Совсем Если Ты Пошла На Первое Седание Ты Провела Классное Время То Я Б Сказала Например Так Мне Понравилось Я Б Хотела Увидеть Тебя Еще Раз И Узнать Хочет ли Человек Увидеться Еще Раз И Спросить Какой Формат Тебя Интересует Не Обязательно Очень Агрессивно Не Обязательно Очень Ну Что А тебе Только Потрахаться Да Я Так Обычно Да Конечно Не Я Шучу Не Мне Кажется Что Провал Реально Вот В Этой Ментальности Есть Что То Что Для Израильтянина Серьезные Отношения Вот Чего Они Понимают То Как Будто Есть Но Я Понимаю Что Общее Нельзя Вывести Тоже То Это Разные Какие То Форматы И Опять Из-за Какой Зашоренности Плаваны У нас Тут Просвещение Все Это И Понятно Что Есть Очень Много Разных Форматов Вот Но Я Видимо Не Не До Просто Думаю Не Только Мне Это Интересно Нет Это Интересно Нет Это Интересно Ну Я Сейчас Можно Воспользуюсь Этой Минуткой Прорекламирую Свой курс Знакомства Ну Потому Что Я Сейчас Как Раз Таки Делаю Курс Который Вот Для Таких Вот Штук Во-первых Для Того Чтобы Получать Таких Штук Как Нет Во-первых Не Штук Как Маша А Штук Как Вопросов Которыми Мы Задаемся Чтобы Получать Удовольствие Несмотря На То Что Ты Не Не Обязательно Достигаешь Какой-то Цели То Получать Удовольствие От Процесса Чтобы Учиться Говорить Словами Через Рот Так Чтобы Это Было Понятно Потому Что Часто Мы Думаем Что Мы Спросили Но На самом деле Это Мы В своей Голове Спросили А Внешне Человек У нас Как Русскоговорящих В Израильском Комьюнити Опять же Израильтянин С которым Я встречалась То есть Вот он Закатил Истерику И он Думал Что Я должна Была Понять На что Именно Он Обиделся Но Это Не Так Работает То Есть Как Можно Вообще Сократить Этап Истерики Когда Если Ты Просто Заранее Подойдешь И скажешь Слушай Мне Не Очень Приятно Что Ты Делаешь У меня Был вопрос К Дипломированному Специалисту Я Не Уверен Что Конкретно Ты Можешь На него Ответить Но Очень Часто Из Моего Опыта Из Опыта Моих Знакомых Девушки Которые Сюда Приезжают Допустим Из Стран СНГ Они Очень Часто Встречаются С местными Мужчинами Но Мужчины Которые Сюда Приезжают С СНГ Они Очень Редко Заводят Встречаются С местными Израильтянками В том числе В Тиндере У девушек Которые Сюда Приезжают У них Огромное Количество Матчей Сразу Буквально За 5 минут Можешь Найти Себе 10 10 Свиданий Мужчинам Гораздо Сложнее В этом Плане Найти Именно Местных Местных Девушек Обычно Это все Рано Выходцы Ты встречаешься С выходцами Которые Приехали Сюда Из СНГ Ты хочешь Узнать Почему Так Происходит Ну если У тебя Есть ответ Какой-то Вы стремные Вот этот ответ Не нужно Это не тот ответ Который Хотел сказать Это скорее Совокупность Многих Факторов Во-первых Есть Определенный Стереотип Причем Это неважно Про девушек С СНГ Или Мы говорим Про американок Или Ну как бы Многие Израильтяне Мужчины Не хотят Стречаться С израильтянками И это Не какой-то Такой Фактор Который Сугубо В Израиле Многие итальянцы Не хотят Встречаться С итальянками Потому что Им кажется Что Слишком Сильная Женщина Вот они Тут уже Устроили Матриархат И тут Они видят Девочек Которые Приезжают Из другой Страны Особенно Русских Девочек Которые На постсоветском Пространстве Выросли В патриархальной Парадигме И они Знают Что Вот он Там с ней Совпадет В тиндере Она Вообще Голодная До мужского Внимания Потому что В условном Урюпинске Сидят Олег только один Один сидит Олег Лысевящий Как бы Который Говорит Я ищу Безвредных Привычек Без детей Без прицепов Неразведенную А себе Игорек Понимаешь И она Приезжает сюда А тут Все там С кубиками Загорелые Этот спортсмен И они Все ее лайкают Потому что Она Голодная До мужского Внимания При этом С другой С другой стороны Совершенно Им не избалованы То есть Как бы Они понимают Что Они начнут Встречаться С русской Девочкой Которая Во-первых Стереотипно Русские девочки Красивые Да И для них Это экзотика Здесь Для израильских Мужчин У них Есть еще Какое-то Такое Тут я Важно Это мое Мнение То есть Я не Претендую На истину В последней Инстанции У них Есть плюс Какой-то Такой Может быть Надежда Что Новые Репатриантки Менее Знакомлены С какими-то Факапами Которые Могут Происходить Из их Культур Да Условно Говоря Если Там Израильтянка Такая Ой С таймани Не пойду Ой Мараканец Конечно Там Жадный Туда Сюда То Русская Как бы Она Ну Она В принципе Еврея Тарабы Не отличает Не всегда Ну вот Да То есть Таймани От мараканцев Ей в целом Как бы Не принципиально Все они Израильтяне Все классные Ну да Ну а наоборот Как происходит А почему Наоборот Так происходит Потому что Во-первых Макс задает Вопрос Всем гостям Да Он же Пытался найти Истину Ученый Макс его тоже Спрашивал Во-первых Потому что Есть стереотипы Касательно Мужчин Русских Ну то есть Ну представь себе Обратную ситуацию Да То есть Ты Израильтянка Бедный Макс И ты листаешь Тиндер И ты думаешь Такая Ну он На иврите Скорее всего Не говорит На английском Тоже Скорее всего Не говорит Потому что Русские Вообще Не говорят На каком Крове Русского Скорее всего Он бухает Ну то есть Типа Мы говорим Мы говорим Про человека Который Ты понимаешь Как они тонко Чувствуют Все через фотографию Дело не в этом Дело в том Что мозг твой Считывает Огромное количество Информации С этой фотографии И он Ну типа Она видит Русское имя И она понимает У нее сразу Активируются Все нейронные связи Связанные со стереотипами Которые у тебя есть Про русских И она думает Ага Он наверняка Там бухает Носит носки С сандалями Там не знаю Что Ну понимаешь Сфоткай ноги Просто Главное Да Ты можешь Угореть Над этим Ну то есть Если ты подходишь К этому креативно Ты сделаешь Тиндер профиль Такой Который будет Стой Я не ношу Носки с сандалями Я говорю На иврите Я учусь В университете Здесь Да И я типа Там не знаю Я марокканец На душе Я марокканец Вполне возможно Что это как раз Таки тебя выделит И ты Ну как бы Будешь привлекать Гораздо больше Короче Гругом Они стереотипы Я так Я понял Во-вторых Опять же Сам тиндер Построен Определенным образом Да То есть Это не только В Израиле В России Существует Обратная ситуация Просто потому Что как бы Патриархальный Патриархальный Уклад Не так Намного больше Женщин Недавно Выпускали карту В каких городах Сколько женщин Сколько мужчин На какое количество Женщин В Москве И Питере Вообще Нету Да Просто Россия Большая И короче Штука в том Что В принципе Куда бы ты ни пошел В мире В тиндер Как и в ночных Клубах Например Почему женщина Бесплатный вход Потому что Это ловля на живца Они привлекают Мужчин В приложении Для того чтобы Мужчины Тратили деньги В приложении Поэтому там Должно быть Больше женщин Но это дает Женщинам преимущество То есть Женщины Гораздо более Селективные В том же Тиндере И если ты Это еще одна причина Почему Ты говоришь Женщина открывает Тиндер У нее сразу Десять матчей Почему Потому что Они листают И они всех Смахивают Право Тупые мужики Я-то не смахиваю Это наверное Моя ошибка Да, но мужчины Нет Это вот Я тебе сейчас говорю Дипломированный тиндеролог Никогда так не делает Знаешь почему? Нет Потому что Внутренний алгоритм Тиндера Это Элоскорд У тебя есть Рейтинг Внутренний И чем больше Ты совершаешь Действий Которые С точки зрения Ботов И вот этого Artificial Intelligence В Тиндере Считывают тебя Как бота А если ты Свайпаешь Абсолютно всех Вправо То он не воспринимает Тебя как Живого человека Да Он же Это же не человек Который это Анализирует Это программа Она смотрит Сколько времени Ты проводишь В среднем на профиле То есть Анализируешь ли ты профиль Как ты ведешься В переписках Сколько слов В переписке Ты используешь Какие слова Ты используешь И как бы Из всего этого Составляется Твой внутренний рейтинг А если я человек В отчаянии То что Да Но тебя будет Еще меньше Показывать другим Это угнетение Тиндер Считывает отчаяние Слушай У меня такое Про Тиндер По-моему Тиндер Работает Для красивых людей Есть такой стереотип И вот По мне У меня есть Вообще Жизнь работает Не будем скромными Я не буду скромными У меня есть харизма Обычно люди Ко мне относятся хорошо А так как По новому положению Женщина тоже человек Женщина тоже Ко мне относится хорошо И то есть У меня есть У меня все в порядке Вот Но конкретно Тиндер Для меня просто Не работает Потому что Женщина видит Ну толстый мальчик Возможно С кем-нибудь будет Но не со мной пока В таком духе И это работает Только так Окей Это все так и есть Некрасивые люди Идите в жопу Не то что Некрасивые люди Идите в жопу А конкретно ты Во-первых Невозможно отрицать Что в нашем обществе Есть лукизм Ну да И условно говоря Если мы Разбираем Твой кейс То есть Огромная разница Между тем Что ты просто Сидишь в баре Или ты Ведешь стендап Или тебя видят В компании Где ты смешной Где люди вокруг тебя Вьются Если ты просто Сидишь в баре Один Пьешь пиво Какова вероятность Что к тебе подкатит девушка Согласен Маленькая Но я знаю Поэтому Поэтому я выступаю в стендапе И я там провожу мероприятия Хочешь приходить стараться Ты производишь Какое-то Ну то есть Вот это впечатление О котором ты говоришь В процессе Когда вокруг тебя Есть люди Когда Ну ты Виден Твоя личность Когда у тебя есть Меньше чем секунда Ты не успеваешь И Я успеваю в секунду Может быть В этом тоже дело Сарафанное радио Лев Сарафанное радио Извини Вот Поэтому Я Скорее Ориентируюсь на то Что люди Должны понимать Свои сильные стороны И через эти сильные стороны Либо Их репрезентовать Определенным образом То есть Маркетинг Либо Просто Понимать Где твоя Цельвая Аудитория Находится Условно говоря Если ты Магазин Мебели То Ты не пойдешь Рекламироваться В аптеке И в тиндере Ну То есть Понимаешь Когда у тебя УТП Определенное И Ты не можешь Проявить Свои уникальные Качества На платформе Которая не дает тебе Для этого Преимущества Ну как бы Да Максим Короче Отвечая на твой вопрос Получается Тебе нужно найти Людей Которые любят Людей в отчаянии Возможно Сосработники тебе помогут Или научиться Или научиться Показывать Свои сильные стороны Таким образом Чтобы люди Потенциальные Которые должны Тебя увидеть Могли это считать То есть Выстраивать Анкету Таким образом Чтобы показать Те самые сильные стороны О которых ты знаешь То есть Типа Лев Например Может В том же тиндере Во-первых Написать Там Как бы В Описании профиля Какие-то штуки Которые будут Отсылать К твоим стендапам Или еще что-то Или шутки Классные Потому что Девочки Да Проводят В среднем Гораздо больше Времени Анализируя профиль Если ты напишешь Классную шутку То человек Ну как бы Это может его зацепить Там есть теперь Гифки То есть Ты можешь показать Как ты на сцене То есть Тоже Ну как бы Что-то Что даст человеку Пищу для размышления Чтобы А интересно Что это он делает Где он Понимаешь То есть Как бы Вот такие вещи Это же самое Я понял Я просто напишу Профиль В отчаянии Есть еще какие-то вопросы Да У нас был вопрос А еще Я хотел сказать Что я ребятам Говорила Что я читала Не знаю Видела ли ты Про какие-то Сексистские алгоритмы Тинбера Про то Что значит Если мужчина С высшим образованием Там все То ему будут Подкидывать Девочек Которые Нет высшего образования Что был точно Мэтч Так как мужчина Хочет себе В пару Девочку Ну такую Попроще Типа поглубее Да Или наоборот Да Или наоборот Штука в том Что я видел этот Короче Когда начался этот скандал Я специально полезла в гугл И нашла Патент Алгоритма тиндера Который они Запатентировали Как это работает По сути Это все сводится К очень простой формуле Условно говоря Условно говоря Диапазон Поиска Для мужчины Будет шире Потому что Мужчине Будут показывать Не только тех Кто по внутреннему рейтингу Как бы ему соответствует Но и тех Кто как бы Ниже его Условно говоря По этому внутреннему рейтингу То есть если Он Там Действительно С высшим образованием Определенного года Ему могут показывать И женщины Которые младше И с там Ну Менее Высоким уровнем Образования И так далее Женщинам Этого не делают И тут Как бы Возникает вопрос А какого хера Как бы Да Почему Мужчинам Показывают Кого-то Вот это Видимо проблема Макса Потому что У меня низкий внутренний рейтинг Вы не показывали Женщинам Вот и все Прости Максим Что я Унижаю Все нормально Я в отчаянии Ты ниже меня Ты унизить Не можешь Все хорошо Извините Ну тут есть Две штуки Которые я могу сказать Я думаю Что тут Нужно понимать Что в первую очередь Тиндер Мне кажется Что Тиндер Наименьше Занят Размышлением О том Как бы Насадить Патриархальную философию И это вообще Очень мало Их волнует Я думаю Что их больше всего Волнует Заработать бабла Конечно Я тоже Простаю И они Как бы Смотрят просто На потребительскую Дина Ну как бы На потребительское поведение И Мужчина Вероятность того Что мужчина Согласится на женщину Которая Зарабатывает Зарабатывает на том Что ты покупаешь Платный профиль Или смотришь Рекламу Которая есть Приложение Да Но больше Мэйч Удовлетворенный клиент То есть Наступание Мэйч Я пошел на свидание Не нужно чтобы ты была удовлетворена Потому что Когда ты будешь удовлетворена Ты выйдешь из приложения Справедливо Тебе не хинж Короче Я так хотел сказать На самом деле Маша Тут история Тут некоторая обратная связь То есть Они показывают Мужикам Девушек Ну ниже их Ниже их Да Не потому Что они думают Ага Ему нужна именно такая женщина Потому что Выяснилось Алгоритмически Что У них больше Мэйч получается Вот что Вероятно Что там будет Мэйч Как бы Она выше Потому что Женщина Скорее всего Не пойдет С человеком То есть Типа Я такая Листаю Смотрю Ммм Пацан Которому 18 лет Ни хера Работает барменом Ни хера Не зарабатывает И нигде не учился Класс Пойду потрахаюсь Нет Как бы Особенно Если мне там Сейчас условно 45 И я смотрю на него Такая Ну тут уже выше Вероятно Что я так подумаю Но не смотрю Ну как бы И штука в этом Как бы Которая меня Например бесит С одной стороны Это классно Что Это доносится До широкой общественности Что это Несправедливо С другой стороны Ребят В инстаграме Банят Женские соски А мужские Нет Тоже несправедливо Мы по прежнему Все сидим в инстаграме Почему мы не критикуем инстаграм Почему мы не критикуем инстаграм За то что Критикуем Ну понимаешь Что я хочу сказать Да То есть как бы Кричать Что тиндер Наслаждает Патриархальную идеологию Когда тиндер В моем В моих глазах Да Изначально Тиндер Десять лет назад Когда он начинался Там В одиннадцатом Днадцатом году Как по мне Как человек Вот который Сейчас я говорю С академической точки зрения Человек который написал Про этот диплом Я да считаю Что тиндер был Прорывом В плане эмансипации Для женщины Потому что Это была первая платформа На которой женщина Могла сказать Я хочу секса Я не хочу отношений Я ищу развлечений На одну ночь Потому что Наше общество В принципе Все время Трансилирует женщине Какую-то позицию О том что Женщина может Хотеть заниматься сексом Только во время В отношениях Да ради какой-то Великой цели Ну ладно Он на мне женится Тогда я пожалуй Ему дам А тут как бы Мы приходим И говорим Вообще-то нет Я набухалась И мне хочется Сейчас Немножечко члена Поэтому Как бы И для меня Это был какой-то прорыв Я считаю Что это да Эмансипирующая штука Конечно Она Не идеальна Безусловно Не идеальна На нее влияет И капитализм И патриархат И бла-бла-бла И очень много всего Но В глобальном смысле Я думаю Что мир не идеален Просто пока еще Да Он никогда не будет взяли На самом деле Он должен исправлять Кунулям Все дела Но просто Из-за того Что мир не идеален Да Ну и реально Вот есть Чума Что-то прибавит Что она не пойдет Ну я Как пример В смысле Что не пойдет На свидание С человеком Который зарабатывает Меньше чем она Вот То есть С точки зрения Там Парня Это может быть Несправедливо То есть Очень интересный человек Который На самом деле Просто очень интересуется Барменством Вот Ну если он в профиле Не указал Что он Разработает Стартап Который Ну типа Да Если Какая Маша Ты хочешь Просто секса То какая Тебе разница Сколько Чувак зарабатывает Не Ну тебе Нужен Возник Контакт С человеком Все-таки Ну да Но бармены Бывают Я не знал Что такая Маша Ну ладно Я с Машей Согласна Сейчас А еще вопрос Вот Ну мы говорим Только про тиндер Но мне кажется Интересно Еще понять Может быть Ты знаешь Что какие Еще есть Приложения Которые Пользуются Дейтинговые Да И почему Они уступают Тиндеру Или не уступают Тиндеру Что сейчас На рынке Свободной Любви Хорошо Сейчас скажу Значит Тиндер Оптимальное Приложение В каком смысле Приложение В котором Больше всего Пользователи Особенно в Израиле Да То есть Если в России Есть еще Там Баду Всякие Мамба Куда Лучше Вообще Не заходить Без Пол-литра Как Прям Можно одеваться Весь презерватив Такой Да Наверное Как Одноклассники Да Нет Ну я знаю Что есть Люди Я заранее Прощу Прощения У всех Слушателей Вашего Подкаста Которые Возможно Любят Баду Или Пол-литра Ну я туда Ну как бы Я туда не зайду Даже если меня заплатят Или какой-нибудь там Типа Рус-дейтинг Или так О да Реклама повсюду Даже в Израиле Такое есть Рус-дейт Рус-дейт Да Вообще Постоянная реклама Типа там Они думают Что мне Видимо 48 Где-то А они видят Что я в отчаянии Просто кидают мне Во всех Абсолютных Приложениях Просто Рус-дейт Пожалуйста Горячие женщины Ждут только тебя Да Ну там Не горячие Ну ладно Там так написано Ну короче говоря Тиндер Это просто Самое популярное Приложение И это удобно Потому что Это значит Самая большая Как бы Аудитория Есть Бамбл Я Очень Хорошо Отношусь К Бамбл С точки зрения Какой-то Этичности Потому что По мне Это наверное Одно из самых Этичных приложений Сегодня на рынке Во-первых Потому что Ну то есть Кто-то считает Что это обратный Сексизм То что там Первый может написать Только женщина Но между нами Я считаю Что это очень хорошо Не в плане защиты Даже А в плане того Чтобы женщины Наконец-то Поняли Что То что мужчина Тебе пишет Привет Как дела Это не потому Что он тупой Вот ты попробуй Отправить Десять первых сообщений Как бы в день И посмотрим Что ты будешь говорить Так и есть Так и есть Да это прикольно Извини Да Ну Я просто хотел сказать Что иногда Вот у многих девушек В тиндере Нет в профиле Описания никакого И что мне написать Первое сообщение Красивая фотография Интересные туфли Где ты их купила То есть Как начать Даже если у человека Не за что зацепиться Ну можешь ему написать Что ты знала Что медоед Может переворачиваться Под кожей Фу Что Это правда Именно поэтому Я в отчаянии Именно поэтому Господи Я даже не знаю Что такое медоед Медоед такой барсук Ну он просто Очень верткий И то есть допустим Волк схватил его Там за За лапу Да типа А он под кожей Метнулся Короче Вот И волк в зубах Только кожа Он только Выдергивает Выбегает Вау То есть он отрывает Сам себе кожу Короче Это верткость Он просто под кожей Вот типа Видишь Я уже Спаскиваю Видишь Максим У нас Диалог Метоеда Что-то Как дива Укрути его В тексте Так может не сработать В живом Общении Ну по-другому Хорошо Извините Нет Я как раз Я с тобой Я с тобой С медоедом Я понял Хорошо Ну То есть Как бы Ну я да Думаю Что все Все те женщины Которые говорят Я принципиально Не отвечаю на сообщения Привет Как дела Попробуй Отправить Десять сообщений И тогда поговорим Ну то есть Типа Ребята Я защитила диплом По тиндеру Сходила на тысячу свиданий И там как бы Сижу Я не знаю Что писать Как бы на десятом сообщении Так что Камон Вот И Поэтому Я люблю Бамбл В этом смысле Во-вторых Просто Чисто Моя Какая-то Штука Я люблю То что Они за каждое Первое сообщение Которое ты отправляешь То есть Типа Стимулирует тебя Не просто Сделать мэч А как бы Действительно Его развивать Что тоже Супер важно Почему Потому что Например Тиндеру пофиг А Бамбл Как бы Позиционирует себя Как то Что Мы да Хотим Чтобы у вас Из этого Что-то получилось То есть Развивайте Это не просто Геймификация Сидите в приложении Как можно дольше Так они За каждое За каждое сообщение Которое ты отправляешь Они 750 шекелей Нет Они благотворительность Они будут переводить деньги В благотворительный фонд Который ты выбираешь У них есть Типа Список фондов Который ты можешь выбрать Они будут переводить деньги За каждое Ну Соргей Которое продаж Плюс У них есть Техподдержка Которая отвечает тебе Представляете Потому что В тиндере Если тебя забанят То как бы Конец У тебя Ну Никто Не будет С тобой Разговаривать И был даже Какой-то такой Эпизод В Америке Период Когда Мужики Просто злобные Начинали Ну то есть Типа Ты пошлась на свидание Условно говоря Не дала ему Или там Отшила его И он шел И Заходил муж скачат И говорит Поставьте страйков Нет Он жаловался На твой профиль В тиндере Тебя блокировали За один страйк Или что Да И ты ничего Не можешь сделать Ты не можешь Как бы Вообще Ты не можешь Не в техподдержку Написать Не как разблокироваться Тем более Сейчас Когда тиндер Привязан И к телефону И к фейсбуку Ты даже не можешь Сделать другой профиль И как бы Это такая Жесткая Какая-то месть Неприятно Что касается Других приложений Что у нас еще Есть на рынке В Израиле Очень популярна OkCupid Я его не люблю Прям категорически Не люблю За UX UI Ужасный В OkCupid Ты пишешь OkCupid 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 Ты запланируешь Анкеру Отвечаешь на вопросы И там Я постоянно смотрю Девушек разных Мэтчатся И там пишется Девушка соглашается Девушка не соглашается Там написано Отношение к наркотикам Лев Да пожалуйста Девушка Нет Можете ли встречаться Человек В долгах Лев Да пожалуйста Девушка Нет Ну вот здесь Прикольно Хотя бы можно зацепиться Потому что У меня была та же история Нет в долгах И я писал девушке У меня нет долгов Давай встречаться Но она не встречалась Твой Видимо нужно было Еще подумать Я напишу про медоеда В случае Вот Но в целом Хотя бы есть За что зацепиться Что-то Ну Поогорать Чего-то Но как-то начать Диалог Вот я Наоборот Я прям категорически Ненавижу OkCupid Я прям терпеть Не могу Этих вкладки Бесконечно Где-то не понимаешь Блядь В чем разница Discovery Или Match Да он правда Странный Он очень Очень странно Сделан Очень странно Сделано Сообщение И ты сидишь И думаешь Чуваки У вас больше Миллиона пользователей Почему нельзя Заплатить Нормальному Дизайнеру Зачем Вы это сделали И Короче Я туда не захожу Это для меня Ну как бы Они постоянно Апгрейдятся Но ты как бы Каждый раз думаешь Может быть Теперь Но нет Они вообще делают Сложнее Они делают хуже Это самое То есть Как бы Я помню Там пять лет назад Была совершенно Ужасная штука Когда тебе могли Написать те Кого ты не лайкал И ты такой заходишь И сейчас Макс не слушай Пожалуйста Не слушай Закрой уши Ты открываешь анкету Забываешь про приложение Там на три часа Заходишь У тебя тысяча сообщений От каких-то От каких-то совершенно Диких Вообще Каких-то Моша Дальнобойщик Там Ну то есть Ну вот Пошел Этот самый Как его там Эблизм Там все дела Эблизм Ну вот И как бы И типа Я тогда не захотела Потом они поменяли Что можно стало писать Только как бы С мэтчем Но Это стало как-то В общем Кто Не суть Есть Я пользуюсь филдом Потому что Я как раз таки Люблю Когда в приложении Мало пользователей Потому что Это значит Те кто там находятся Они Ну все таки Не просто там по дороге Шли скачали Да Это какой-то комьюнити Филд как раз таки Больше для людей Из какого-то Секс-позитивного комьюнити Тех кто Если Раньше В тиндере Как раз таки Искали секс А сейчас там Каждый второй профиль Только серьезные отношения Что у меня Само по себе Это у меня Начинает Полыхать Пукан Как бы И хочется Их всех отправить На мой курс Но не суть Вот И А в филде Люди Ну как бы По-другому Смотрят на вещи И там гораздо больше Поляаморов Там гораздо больше Людей Которые знают Чем отличается Демисексуал От пансексуала И Это прикольно Это приятно Мне нравится Завет Когда себя Погуглить Что Демисексуал Вообще Ладно Не надо Это Пьюр Здесь еще пользуется В Израиле Пьюром Ну вот Можем Давай зайдем Нет Там никого А у тебя там Объявление Прямо Или что Ты плачешь Объявление Нет В Пьюре Во-первых Женщина не платит Во-вторых У меня Видишь Два человека Один Шестьсот тридцать пять Километров Отсюда Другой Девятьсот девяносто Прикольно У нее Концепция Мне очень нравится Если честно Я не знал Что женщина не платит Но женщина тоже платит Ну короче Ладно Нет Там ты просто Пишешь объявление Типа Я такой Такой Ты ищу Такого Для такого Плачешь Деньги Это показывается Людям Словно говоря Ну я И типа Короче Все более Мене логично То есть В целом Ты мог Объявление В газету Ну примерно Такое Знаешь Одиноких Оластяк Еще и сетом Вот В таком духе Вот Ладно Могу Много Рассказывать А потом ты на фейсбук Таргетирована рекламе Между этими женщинами Вечными Дейтру И в этом лев Выскакивали Много любви Love me See oil Ну на самом деле Я Вот Интересно Что если говорить Про Вот сообщество Сексблогеров То каждый Продвигает Какое-то Своё приложение Несмотря на то Что у меня Блог Тиндерелла Лайф Я люблю Бамбл Ну я уже не буду Переименовываться В бамблби Бамблби Да Но Многие очень любят пьюр Я не люблю пьюр По многим причинам Мне не нравится То есть он красиво сделан Мне нравится его дизайн Но он тоже у меня Подвисает иногда Ну и плюс Штука в том Что Насколько я понимаю Есть смысл Пользоваться пьюр Типа В Москве В Питере Может быть в Киеве Всё А это русская тема Ну то есть Типа в Минске Не было людей Нет Я думал Это зарубежный стартап Нет Это русский А это русский стартап Да А Да пошли Я не знаю Есть всякие разные Типа приложения Которые И для больше БДСМ Знакомств И больше Как бы Для геев Естественно Там Ну типа ЛГБТ Комьюнити Вот эти все Гриндеры И там Их очень много И Были какие-то Всратые попытки Типа Объединять людей Потому что Они ненавидят Ну там Я ненавижу Рано вставать И я ненавижу Рано вставать Давай вместе Ненавидеть Ну как бы Такое Очень было интересно Спасибо огромное Маша Я просто напомню Что Машин Телеграм-канал Это как? Тиндерелла Лайф И то и то Тиндерелла Лайф Ну то есть Найти его можно По нику Тиндерелла Лайф И в инстаграме В телеграме В телеграме Он называется Секс в небольшом городе Вот В инстаграме Называется Начи Мы оставим ссылочки В описании Вы сможете Пройти Почитать Очень интересно Можете Ко мне Иверит Приходите Да Еще Маша Преподает Иврис Спасибо огромное Спасибо Маш Спасибо что позвали Любите друг друга Как там шоу заканчивается Не переключайтесь Берегите себя Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok